Продолжение следует... Мы помолимся. Дорогой наш Господь и Бог, мы благодарны Тебе за Твою любовь, которую Ты явил в Сыне Своем, в нашем Спасителе Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, наш Спаситель, что Ты по воскресенье сказал, что я не оставлю вас сиротами. Слава Тебе за это! Ты послал Духа Утешителя от Отца Небесного, который нас утешает на этом жизненном пути, что Ты всегда с нами. Ибо Ты Сам сказал в Своих обетованиях, все я с вами во все дни до скончания века. Хвала Тебе за это! И ныне мы просим благословения на это служение пред лицом Твоим. Благослови, братьев, сказать слово истины, дабы нам быть внимательны к словам Твоим, которые Ты передашь Духом Твоим Святым для нас назидание. Благослови молитвы, которые будут возноситься. Все просьбы Ты прими к престолу благодати и пошли просимые. Благослови наши семьи, Господи, сохрани их от лукава этого мира, огради Твою оградую, потому что Ты сказал, что с Твоей руки никто не похитит. И те, которые, может быть, Господи, так близки к Тебе, но еще не познали, как Ты благ, посети их Духом Твоим Святым. Привлеки Отче Небесный через Иисуса Христа, чтобы они прославили Тебя, приняли Тебя как личного Спасителя. Услышь Ты нашу молитву и в этом. Благослови Харисту, воспеть Тебе достойную славу, регентам, музыканту. И все это просим во имя Иисуса Христа для славы Твоей. Аминь. Услышь Ты нашу молитву и в этом. ПЕСНЯ 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 Мир вам, братья и сестры. В этот праздничный день, день, который очень важен для народа Божия, я желаю вместе с вами читать Слово Божие и размышлять, насколько возможно. И не почитайте это за труднением, так как я считаю своим долгом на праздник сегодня так не прочитано было вторая глава Деяния Святых Апостолов. Проследим, пожалуйста, Деяния Святых Апостолов, вторая глава с первого стиха по тридцать девятый. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. И когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором мы родились? Парфяне и Медяне, и еламиты, и жителями Сапотами, и иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фриги и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Керенее, и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты. Критяне и яровитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говорили, они напили сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские, и жители, и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим». Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, говорит Бог, и зальет Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение. И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни из Ильи от Духа моего и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе, вверху и знамения на земле, внизу кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь прежде, нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет, имя Господне спасется. «Мужи израильские, выслушайте слова сьи. Иисуса Назерея, мужа засвидетельствована вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божия преданного вы взяли и, пригвоздивши руками, беззаконных убили. Но Бог воскресил его расторну узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собой Господа всегда. Ибо Он одесну и меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовал сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокаивается в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты наполнишь меня радостью пред лицем Твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о прадце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог, склятывая и обещая, обещал ему от плода через его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моего, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи и ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распили. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Аминь. Так написано в Священном Писании. Итак, это особый день, и поэтому мы должны знать, что мы празднуем, почему мы празднуем этот праздник. Вы знаете, что, ну мы говорим, что принято так сказать, что это день рождения церкви, поздравляясь с нас с днем рождения. У меня, конечно, есть немножко другое, не то что противоречивое понимание этому, но я все-таки считаю, что церковь рождена была в томлении в Гессимане и в страдании Голгофа, а в день Пятидесятца она была представлена миру. Но это не самое главное. Тем не менее, мы не будем петь себе с днем рождения тебя. Правда? Бог повелел своему народу праздновать этот день, день Пятидесятца. Вы знаете, что написано в Левит, 23 глава, из Пятнадцатого стиха, что они должны были отсчитать пятьдесят дней семь седмиц от начала жатвы или принесения первого снопа перед Господом, что соответствует воскресению Иисуса Христа, а в Пятидесятый день они должны были принести новые хлебные приношения или двух хлебов из жертвы, которые Бог определил, чтобы они это принесли. И вот мы знаем, что они это соблюдали, и они благоговейно к этому относились. Вообще, все люди обычно имеют особое, как бы возвышенное настроение в празднике. И этот праздник тоже был особенный. Вы знаете, что в это время Иисус, когда проповедовал, Он тоже говорил, что кто жаждет, иди ко мне и пей, идите все к водам. И в этот момент, уже тогда, когда Христа не было здесь на землю, то мы видим, что ученики в его отсутствии, после того, когда они уже поняли, когда Он много раз уже им говорил, и после воскресения Своем, что они должны делать, то мы знаем, что они пребывали в молитве, и в той горнице написано было человеку около 120. И вот, когда настал этот день Пятидесятницы, мы знаем, что там происходило, или Слово Божие нам открывает. И мы знаем, что когда настал этот день, что произошло? Что они слышали? Вы поняли, что я сказал? Кто-то понял правильно. Значит, это язык, который я понимаю, я его не учил, да? Значит, точно так же произошло в день Пятидесятницы. Я процитировал второй стих, второй главы, и внезапно сделался шум с неба, как от несущего сильного ветра, наполнил весь дом, где они находились. Это должно быть, братья и сестры, ясно для нас, что все то, что Дух Святой, Он исходит от Бога, и Бог есть устройство и порядок. И вот это устройство и порядок Он проявил и в этот день. И они все ясно слышали, что они говорили на их собственном наречии. И они говорили о великих делах Божьих. Так как у меня время ограничено, и я не могу, конечно, все Евангелие проповедовать, я хочу сегодня вместе с вами коротко просмотреть первую евангельскую проповедь, которую произнес апостол Петр уже в отсутствии Иисуса Христа. Во-первых, о Петре. Я не знаю, после того, что произошло с ним, приняли мы его члены церкви или дали бы ему кафедру. Но это совсем другой вопрос. Но смотрите, что после разговора со Христом, после того, когда утвердил, после молитвы Христа, мы видим, что в этот день, пребывая вместе, Он, когда это слышал все, что люди говорят, потому что мы с вами прочитали, как события происходили, все, и вы все прекрасно знаете. По крайней мере, братья и сестры, я надеюсь, что все прочитали эту главу, но если кто-то не прочитал, но мы вместе с вами ее прочитали, и вы сможете сегодня еще раз поразмышлять об этом. Независимо от того, что утром мы слышали очень хорошую проповедь, и можно было сказать, что если бы не было вечерней, то это достаточно. Но давайте еще сосредоточим наше внимание на несколько моментов. Итак, Петр, он написано, что возвысил голос с 14 стиха и обращается к мужам Иуды, иудейские, и жителям Иерусалима. Это форма обращения, где Бог через пророков также раньше обращался. Есть мужи Иуды, на которых есть или возложена особая обязанность, есть все жители Иерусалима. И вот он обращается, включается ко всем, обращается ко всем тем, кто непременно или непосредственно обращено это поручение и это слово Господа, и ко всем остальным, кто это слушает. И дальше он приводит 5 стихов из 2 книги пророка Иоиля, где буквально он цитирует и объясняет. Значит, в его, в Иоанльской проповеди сначала, для того, чтобы внести ясность, он говорит, слушайте, вот что произошло. Вы внимайте моим словам. Вот что сегодня произошло. Произошло что? И, к сожалению, дорогие братья и сестры, мы часто, и люди часто не обращают внимания на самое главное, что произошло в этот день, а именно, что исполнилось Писание. Он цитирует слова пророка Иоиля и точно, что произошло. Но люди больше всего обращают на последующие стихи, чем на первые. Не продается значению исполнению и почитанию Священного Писания. Вот то, что произошло, он говорит, это написано, и сегодня это исполняется. Дальше он начинает о том, что, с 22 стиха, что его проповедь, включая в себе Иисуса Христа, Спасителя, который, он был, написано, как он говорит, что он был засвидетельствован от Бога силами и чудесами, но вы знаете, что произошло. И он прямо неудобные слова им говорит. Очень можно сказать, что, сегодня сказали, что грубо, его больше нельзя ставить на проповедь, потому что он обидел всех евреев, и сегодня, до сегодняшнего дня, вы знаете, пришлось с евреями разговаривать, они всегда обижались, говорят, почему вы обвиняете нас в распятии Иисуса Христа, ведь не мы же его распяли, римляне же его распяли. Дело в том, что мы понимаем, что что написано в Библии, мы не можем изменить. И сегодня это очень важный момент, где мы должны еще раз подтвердить для себя или утвердиться в том, что Слово Божие исполняется, вне зависимости от того, как мы к этому относимся. Мы знаем, что он обращает внимание на то, что Дух Святой, он будет пребывать с этого момента. В Ветхом Завете мы знаем, что Дух Святой временами находился, или сходил, объял людей, кроме Давида. Знаете, когда Давид был помазан на царство, написано, что и с того момента и после почивал на Давиде Дух Господень. Но не написано, что в нем он был, почивал на нем. Поэтому Давид очень горько молился и говорил, что Духа Твоего Святого не отними от меня. Здесь же мы должны, братья и сестры, осознать, насколько важнее, насколько больше и ответственнее для каждого из нас, что Он не просто рядом с нами, Он в нас. Это слова Христа, Он в вас будет. И вы слышали и сегодня утром о том, какая работа Духа Святого и по каким признакам. Еще раз хочу сказать, братья и сестры, каждый из нас должен знать, в чем доказательства, какой признак, что Дух Святой живет в человеке. Я не знаю, но думаю, что многим, если задать этот вопрос, они затруднятся ответить. Потому что есть много как бы того, что смущает сегодня. Во-первых, Христос сказал в Евангелии от Иоанна, что между прочим, с 14 до 16 стиха, если кто хочет утвердиться в понимании о Духе Святом учении, это слова и учение Иисуса Христа, которое очень ясно выражено. И там очень все просто. Никогда никого не запутаешь этим. Значит, Дух Святой, работа Духа Святого, во-первых, это обличить, написано, мир о грехе, о правде и о суде. И это мы видим, что Дух Святой сделал именно в первый день, тогда, когда Петр произнес эту первую проповедь. Когда он цитировал на основании Священного Писания, начинает исполнение Священного Писания и истории, или непосредственно то, что произошло недавно, он им говорит вот все эти слова и что в конце в 35-м до 36-й стихи. «И так твердо знай весь дом Израиля, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, Которого распили. Услышав сие, они умилились сердцем и сказали». Знаете, я посмотрел в английском переводе, здесь написано, что по-молдавски или в румынском переводе написано так, что они остались пронзены или были извините, если я неправильно произношу, пронзены в самое сердце. Они пронзены, остались. Это не просто удар был и все. Это они остались. И, конечно, в этом изложении оно очень как бы подходит, потому что оно умилило сердце. Умилило сердце слушателей и написано, что они сказали «Мужи, братья, что нам делать?» Итак, братья и сестры, под воздействием Духа Святого, когда Дух Святой работает, в нашем сердце всегда сердце умиляется. И каждый из нас в это время задает вопрос «Что мне делать?» разве только мы не в том состоянии? Я помню, однажды одному брату подсказывали, что он все время опаздывал, даже когда на пробу должен быть. Он однажды ему достало, уже говорит «Братья, не надо меня учить, я сам могу вас учить, я сам могу вам советы давать». К сожалению, это плачевно закончилось, потому что это показывает состояние человека. Итак, сегодня, вновь и вновь, тогда, когда мы слышали с вами, провозглашено было, еще раз прочитано было, что произошло в этот день? Чтобы мы обращали внимание, во-первых, на то, что исполнилось Божье обетование, что пришел Тот, такой же, как Иисус Христос, в других переводах написано, Христос сказал, что я пошлю другого, такой же, как и я, и Он будет учить и наставлять вас на всякую истину. Давайте откроем свои сердца и будем способны и расположены, чтобы наши сердца умилялись при чтении Слова Божьего, под воздействием Духа Святого, при услышании того, что необходимо для нашего сердца, и через это, чтобы мы прославили Господа, ожидая Его явления. Аминь. Музыка ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» О, Дух Святой, нам посланный на землю, когда Иисус вознесся в небеса, Ты все своим величием объемлешь и сотворяешь в душах чудеса, но только в тех, кто для Тебя открыты, в ком видимы ростки богоискания, и только в тех, кто полностью омыты в крови Христовой через покаяние. О, Дух Святой, Ты нас хранишь от скверны, от искушений дьявола, беды. В любой момент Ты остаешься верным, и как прекрасны в нас Твои плоды. Ты побуждаешь ревностно трудиться на подоспевшей к жатве Божьей Ниве. Ты учишь нас за недругов молиться, неся свой крест смиренно, терпеливо. Ты учишь доброте и послушанию, и очищаешь словом, как и прежде. Всех грешников зовешь Ты к покаянию, стуча в сердца настойчиво и нежно. И без Тебя был вовсе непонятен Нам был бы подвиг Господа Христа. Ты всех зовешь войти в Его объятия, туда, где мир, покой и чистота. Ты созидаешь церковь по крупицам, ведешь ее и бережешь от зла, чтоб непорочной чистой голубицей она в обитель Божию вошла. Упразднены скрижали лет минувших, что Бог, что дал Господь еврейским праотцам. Теперь закон вложил Бог в наши души, предвечным духом записал в сердцах. Аминь. Что праведность моя перед Тобою, пред вечной святостью Твоей, Твоей кристальной горней чистотою, перед сияньем неземных лучей, я пред Тобой склоняюсь в покаянии. Уверен я, что Ты прощаешь всех, и не ищу поступком оправдания. Перед Тобой оправдываться грех. Перед Тобой оправдываться грех. Перед Тобой оправдываться грех. Я не надеюсь на заслуг весомость или на силу слабых добрых дел. Ведь не спасут деяния и скромность, ты вечность даром ведь даешь в удел. Я лишь прошу, молюсь себе прощенья за каждый час, прожитый в темноте. За все мои слепые согрешения, за все непослушание тебе. Мой Бог, прости, прости, прости непослушание тебе. Ты, милосерд, любовь твоя огромна, твоей крови под силу все омыть. Вот перед чем склоняюсь я безмолвно, вот что мне вечность дверей отворит. Мне кровь твоя спасенье дарит. Субтитры подогнал «Симон» Что праведность моя перед тобою, лучинка перед солнечным огнем. Хочу сиять твоею чистотою, хочу гореть твоим святым огнем. И верю после долгих испытаний, после победы в жизненной борьбе. Там, в небесах, там, в небесах, там, в небесах, ты сдержишь обещанье, Меня подобным сделаешь себе. Меня подобным сделаешь себе. Святой друг день гадили десятницы, с великой силой усношал. И честь служения апостола, он души Господу приведет. Рассеянные честь гонения, они учили о кресте. С великим сердцем тесновением, свет принимали на кресте. Сальки с родою, мир весь возле. Сила исполнила, сию крепи в войне. Песня. Силы крепи в войне. Спаси зоны, спатный в войне. Силы крепи в войне. Силы крепи в войне. Силы крепи в войне. Си дыхание чего повезнет. И сия дыхание правови. Пусть лучший Дух Святой Бог пробудит, Христа велелым возвещает. Святой Дух может и нас пробудит, И дать нам силу святожить. О, как нуждаемся мы силой, Разбить от Бога силы злой. Сдайте, Святой Дух, Мир весь возлеет. Сила исполнила, Сил крепи в войне. Действуй, святила, Силу вдохни. Сойди, святой Дух, И цвета пробудит, И цвета пробудит, И цвета пробудит. Все, вводимые Духом Божиим, Суть Сыны Божьи. Потому что вы приняли не Духа рабства, Чтобы опять жить в страхе, Но приняли Духа усыновления, Которым взываем, Авва Отче. Сей самый Дух, Свидетельствует Духу нашему, Что мы – дети Божьи. В служении вечному ученью, Апостол Духом Божьи. Ходил он по Ему душенью, Дышал и вдохновлял стоим. Какое славное вожденье, В нем прямота и чистота, В нем невозможном уклонении, И шаг не век, не отрезка. Дай только славь, Твой голос чудный, Твоим внушеньям Лишь не мать, Что здесь идет, Светею трудно, Я вот с тобой Торжество мать. Счастье душою тот безмерно, Кто Духом Божьим водит, По водкой бодрою и верной, Пройдет он путь свой, Не притим. Он с Духом Божьим без опасства Хранит и блоговище львов, Пройдет на кровлости ужасных, Как в пасти детстве, Недорога. Дай только славь, Твой голос чудный, Твоим внушеньям Лишь не мать, Что здесь идет, Светею трудно, Я мог с тобой Торжество мать. О, Дух предвечный отдаюся, Во власти не веди меня, С тобой в пути не убоюсь, Ни без ни смерти, ни огня, От своей больного воспитания Меня все силы сохранит, И все неверные влияния Отводят славу в стране. Дай только славь, Твой голос чудный, Твоим внушеньям Лишь не мать, Что здесь идет, Светею трудно, Я мог с тобой Торжество мать. И в поле геем Приноси Вечный петь Своем тебе, Своем тебе, И сердца От тебя Мы не возносим, преклонившись пред тобой, Ищаем Царь Бог. Дорогие братья и сестры, я вас сердечно поздравляю с этим замечательным праздником, Днем Сошествия Духа на апостолов, Днем Пятидесятницы, или, как мы называем, праздник Троицы. Что такое Пятидесятница, братья и сестры? Прошло ровно 50 дней со дня Пасхи. Вот такое простое название. В Древнем Израиле назывался праздник Седмиц, или праздник Пятидесятницы, как он назывался, день собирания первых плодов, когда первый сноб приносился в Храм Божий. В Израиле собирали два урожая, и сейчас там уже идет уборка первых зерновых культур. Почему? Потому что там, хотя мы находимся с Северной галереей на одной широте, братья и сестры, но там гораздо теплее. У нас очень сильно влияет холодная вода Тихого океана. Мы ночью мерзнем здесь, да, братья и сестры, по утрам. А там нет, там Средиземное море, оно не так влияет. Оно теплое море, оно находится среди материков Африки и Европы Южной. И вот этот теплый воздух с моря, поэтому там все раньше расцветает, и люди собирают много урожая. И вот уже в конце мая примерно собирается первый урожай. И первый сноб заносился в Храм в день Пятидесятницы. Вот от этого произошла вот такая динаминация Пятидесятники, но не Пятидесятница от них произошла. Знаете, братья и сестры, вот что произошло в этот день, я тоже согласен с братом Иваном. Вот он прочитал замечательный отрывок из День Апостолов. Мое мнение такое, что церковь, определенное количество людей уже тогда, на то время было. И вот после того, после проповеди Петра, которую прочитал брат Иван, мы дальше читаем, что они умилились сердцем. И написано, что охотно принявшие Слово Его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. А к чему присоединяться было, братья и сестры? Уже к последователям Господа Иисуса Христа. К той части людей, которые три с половиной года были с Ним, ходили за Ним, которые видели Его страдания. Я тоже считаю, что там, на Голгофском кресте, была куплена Церковь Христа. Смотрите, братья и сестры, 28 стих 20 главе Евгения Апостолов, когда Павел прощается с ефесскими пресвитерами в Милите, он говорит им, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой», то есть к пасторам обращается, в данном случае епископаст здесь написано, «Дух Святой поставил вас блюстителями, постит Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Где приобрел, братья и сестры, кровью Своею? На Голгофском кресте в Гевсимане. И вот, знаете, присоединилась душ около трех тысяч. Если вы листочек назад перевернете, вот 1 глава 15 стих «Обделение апостолов». «В те дни Петр стал посреди учеников и сказал, было же собрание человек около 120». В те дни. В какие дни? Это вот между Вознесением и Пятидесятницей. В эти 10 дней. И там было членское собрание, братья и сестры. На этом членском собрании они избирали одного из апостолов вместо Иуды. Дальше почитайте внимательно. Да, уже тогда была община, церковь, последователь Господа и Святого Христа. И вот эти три тысячи присоединились. Собрание было душ около 120. Там была и Мария, и Магдалина, и даже Мария, и Мать Иисуса Христа с братьями его. Но сегодня, братья и сестры, мы вспоминаем это событие. И оно для нас, для церкви, имеет очень большое значение. Я хочу вместе с вами прочитать один стих, который сегодня утром уже цитировался, это Эфессианам, 4 глава, 30 стих. Эфессиан, 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Троица, само Троица уже говорит нам о треединстве Бога. И по сути дела, это глубочайшая тайна, братья и сестры. Мы только веруем, что Бог три един, три ипостаси, три личности, Отец, Сын и Святой Дух. И это одно. Иисус Христос, когда был на земле, очень часто говорил, я и Отец одно. Это сложно понять, дорогие братья и сестры, но это так, это реальность, это факт. И вот когда Господь говорил об утешителе, который придет, он точно такой, братья и сестры, придет. Мне очень понравилось, как Джон МакАртур пояснял, вот точно такой, это вот как примерно моя Библия, вот такая Библия. И там все точно такие подчеркнутые места, и что на полях написано, моей рукой. Вот это точно такой, братья, копия, конкретная копия. Вот точно такой придет. То есть опять Иисус и Дух Святой, это одно, одно целое. И вы знаете, братья и сестры, я знаю, что красивее, чем в апостольском символ вере о Троице не скажешь. Я попробую вам прочитать. Вы знаете, наизусть я напомню вам. Веруем во единого Бога, всемогущего Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, сего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Бога прежде всех веков, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, отцу единосущного, через которого все произошло для нас, человеков, и для нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии, и вочеловечившегося, распятого за нас при Понтии Пилаты, и страдавшего, и погребенного, и воскреший в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десную Отца, и опять грядущего, со славой судить живых и мертвых, которого царства не будет конца. И в Духа Святого, Господа Жетворящего, исходящего от Отца, вместе с Отцом и Сыном, поклоняемого и славимого, изрекшего через пророков. Вот здесь, знаете, в апостольском символе веры, апостолы, отцы церкви, об Отце, Сыне и Духе Святом в первой части нашего исповедания, вот засвидетельствовали это именно. И Духа Святого верою, Господа Жетворящего, исходящего, смотрите, Господа Жетворящего, от Отца, вместе с Отцом и Сыном, поклоняемого и славимого, изрекшего через пророков. Это удивительно, дорогие братья и сестры. Мы когда-то коснемся работы Духа Святого, и вот одна из больших его действий, это вот что мы имеем, братья и сестры. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Знаете, на протяжении 1600 лет писалась эта книга Библия. Примерно 40 авторов писали эту книгу. И это были всего лишь секретари. А кто писал? Дух Святой. Будучи движимы Духом Святым. Вот эта работа Духа Святого. Эти книги, 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Будучи движимы Духом Святым. И благодарение Богу, что мы имеем эту Святую книгу, сегодня изучаем ее и черпаем ее в неизреченные уроки. Мы живем в эпоху Духа Святого. Со дня Пятидесятницы Дух Святой особым образом действует на этой земле. Это Он дает нам силу вести победоносную и плодотворную жизнь. Сегодня брат Леонид утром говорил о тех дарах или подарках Святого Духа, которые Бог нам дал через Дух Святой. Я сегодня хотел только вкратце напомнить о работе Святого Духа. Первое. Он открывает и истолковывает глубины Божии, наставляет на всякую истину. Автор и толкователь Писаний, как я сказал, Дух Святой. Написано. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. И будущее воздесят вам. Иоанна 16, 13. Второе. Работает над неверующими и проводит его к духовному возрождению. Вот мы прочитали в День Апостолов, что, слыша это, они умилились сердцем. Братья и сестры, это не Петр. Простите, Петр только излагал то, что уже было оставлено в Священном Писании. Хотя это действительно великий апостол, сильный муж веры. Но действовал в сердцах этих неверующих иудеев Дух Святой. Знаете, работает над неверующими, приводит к духовному возрождению. И написано. И придя, Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Знаете, сегодня много евангелистов. И вот доктор Беллигрим, наверное, который зацвил свою жизнь, может быть, тысячи-тысячи людей, через его проповеди обратились к вере. Но Он всегда говорит, это не я. Это не я. Это Дух Божий, который работал. И знаете, во время того, когда Он проповедовал в Москве в Олимпийском комплексе в 1992 году, Он говорит, в это время, когда Я проповедовал здесь, в Москве, 150 человек во всем мире молятся обо мне с постом. И о том Бог действовал и творил свой труд. Третье. Дух Святой крестит у веровавших в тело Христова, то есть Церковь Его, Церковь Вселенскую. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». 1 Корифна 12, 13. Это подтверждается рождением свыше, водным и духовным крещением, членством поместной церкви и жизнью, братья и сестры, в теле Христовом. 4. Работа Духа Святого. «Прибывает верующим в Иисуса Христа, утверждает Его спасение, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. «Прибывает верующим в человеке». Это очень важная часть. Мы сегодня слышали, сколько гонений испытали христиане первые, сколько христиане испытали последующих веков, сколько христиане испытали в бывшем Советском Союзе, в Румынии, сколько сейчас испытывают верующие христиане во всем мире, в мусульманских странах. Это все благодаря, что Дух Святой «Прибывает верующим в человеке». Пятая работа Духа Святого «Освящает верующего, приводя его в духовную зрелость». Знаете, братья и сестры, путь освящения – это такой продолжительный путь. От момента нашего обращения к Богу, к покаянию, мы должны иметь постоянный духовный рост, постоянное духовное возрастание и стремление. И это делает эту работу в нас с вами, освящение, работу совершает Дух Божий. Мы всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленных гостям, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. 2 Фессалоникийцам 2, 13. Шестое, что делает Дух Святой? «Укрепляет верующего духовной силой противостать греху, дьяволу и плоти и делает способным быть послушным Христу». Знаете, это делает Дух Святой через нашу совесть. Братья и сестры, Дух Святой обличает нас, научает и первый звоночек, который работает в нашей душе, это наша совесть. Брат, сестра, это нельзя делать, это грех. И эту работу через нашу совесть производит Дух Святой, воздерживая, укрепляя нас от греха. «Но вы не по плоти живете, но по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Если есть в нас Дух Святой, и Он тесно связан с нашей совестью, очищенной от грехового порока в момент покаяния, Он будет работать через нашу совесть, указывать на наши грехи. Седьмое, что делает Дух Святой? «Приносит верующим любовь, радость, утешение, удовлетворенность и покой». Ученики исполнились радости и Духа Святого. Деяние 13, 52. С его помощью христианин приносит плод Духа. И сегодня перечислялся, братья и сестры, плод Духа – любовь, радость, мир, долгопение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И это делает Дух Святой, эту работу производит Дух Святой в нашем сердце. Восьмое. Наделяет христиан силою для служения и вводит сверхъестественное. Не бойтесь этого слова. Соприкосновение с Богом, Его водительство через духовные дары, как и общение с Ним. Знаете, мы часто не отдаем себе отчета. Когда мы приносим сюда записки и молимся, Господи, молимся об исцелении братьев и сестер, о помощи на операциях. А вы знаете, все-таки это чудо, братья и сестры, когда вот так вот просто человек может собраться вместе и помолиться, обратиться к Богу об исцелении брата, сестры. И потом на следующей неделе мы получаем записку. Я сегодня с вами. Спасибо за ваши молитвы. Кто это делает, двое сестры? Церковь? Я глубоко уверен, что это работа Духа Святого, который вводит нас в сверхъестественное соприкосновение с Богом. И Бог сегодня через эти вещи действует. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Будет ими свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и в Самаре, и даже до края земли. Вот когда Петр и апостолы с Иоанном шли и исцелили храмово у храма, вы знаете, они сказали ему, серебра и золота у нас нет. А что имеем, то даем. И говорит, именем Иисуса Христа встань ходить. И это сделал Дух Божий, братья и сестры. Вот такое сверхъестественное проявление силы его через святых его апостолов. И еще самое важное, братья и сестры, что еще произойдет. Девятая работа Святого Духа. Воскресит и изменит наши смертные тела в последний день. Мы читаем, если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет у вас, то воскрешивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас. Вот это слово, Дух Святой, живущий в вас. Несколько раз в этих текстах вы, наверное, заметили, я прочитывал, да? Живущий, вот самое главное. Если Дух живет в вас, то воскресит, братья и сестры. И не имеете Духа, не живет в вас Дух Святой, вы не его. Вот сегодня, в этот день Пятидесятницы, день Троицы Святой, давайте мы проверим себя. Знаете, а имеете ли вы Духа Святого? Как однажды апостол Эбефисис просил, нашел учеников, говорит, а вы имеете Духа Святого? Говорит, мы не слышали о таковом. Пусть нам Господь сегодня поможет. Иными словами, Дух Святой, как действующее, в настоящее время ипостась божественной личности, занимает весьма важную роль в жизни и служении Христовой Церкви. Но слово ипостась, греческая хипостасис, это сущность, основание или субстанция, но тоже не совсем понятно, более так просто, далее объясняет. Ипостась – это лицо, личность, особо, может, такое не очень приятное слово, но это опять означающая личность. Вот принято о Святой Троице, одной из лиц Святой Троицы. Ибо Иисусе Христе тоже сказано, что Он является божественной ипостасью. Это первая глава евреям, второй стих. Это сущность, это вот сущность Бога в лице Сына, сущность Бога в лице Духа Святого, сущность Бога в лице Отца. Вот это слово, означающее ипостась. И в Новом Завете Дух Святой назван Дух Божий, Дух Христов. Он назван также Духом Истины, то есть все ложно, вероломно, лицемерно огорчает его, Духом жизни и силы, Духом славы и Духом благодати. Знаете, вот очень интересное место, которое мы сейчас с вами будем продолжать разбирать в связи с прочитанным главным текстом, не оскорбляйте Духа Святого. Записано в Евреям, 10 глава, 28-29 стихи. «Если отвервшийся законам Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирается на Божие и не почитает за святыню Кровь Завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Серьезное место, дорогие братья и сестры, серьезное предупреждение. Духа благодати оскорбляет. Как это так? Как верующие люди могут оскорбить Духа Божия? Не оскорбляйте Святого Духа. А здесь страшное наказание, братья и сестры, будет подвержен тот, кто Духа благодати оскорбляет. Все грехи, сделанные человеком, совершаются против Бога Отца и Сына и Святого Духа. Было бы неправильно полагать, что грехи против Духа – это какие-то особые грехи. Мы рассмотрим грехи, которые связаны с особым служением Духа Святого. Вы знаете, вот Иакова 4.5 написано, что «До ревности любит Дух, живущий в нас». Хотя в этом тексте слово «Дух» написано с маленькой буквы, но если вы почитаете в контексте «Не любите мир, а не того, что в мире…» «Кто любит мир, тот приободе и полюбейся» становится. То есть становится противность Богу. Здесь «До ревности любит Дух, живущий в вас» – это говорит о том, что Дух Святой, живущий в нас, «До ревности любит». Наверное, особенно мужчинам и женщинам тоже свойственно знать, что такое ревность. Когда особенно в молодости любишь человека, а он изменяет или как бы пытается изменить, и всё горит, всё сгорает, братья и сёстры, падает всё, ничего не хочется делать, руки опускаются до ревности. И вот, знаете, Бог настолько нас любит, что всякая неправда или всякий мелкий грех, они оскорбляют человека. Я беседую с молодыми людьми, и они признаются в любви друг к другу. Я говорю, чтобы вы были настолько искренни друг перед другом, честны. Знаете, брак у всех да будет честен, так написано, да, братья и сёстры? А что такое честен? Это всё должны знать друг о друга. Ни в коем случае не скрывайте, потому что если какая-то мелочь будет скрыта, больно очень будет любимому человеку знать, что об этом ему скрыли. Это рана нанесённая, которая может надолго и может на всю жизнь останется. Если мелочи, у мелочи обманет жених, допустим, невесту или невеста жениха. И вот до ревности, братья и сёстры, вот такое сравнение, до ревности любит дух, живущий в вас. Поэтому, когда мы говорим об оскорблении Святого Духа, то мы должны быть очень осторожны, братья и сёстры, чтобы не ранить вот эту божественную личность, которая живёт в нас, которая очень сильно нас любит. Ну, что можно предупредить в отношении Духа Святого? Первое, Слово Божие предупреждает нас о том, чтобы мы Духа не угошали. Короткий стих, 1 Фис. 5.19, вы это знаете наизусть. Духа не угошайте. Угошать Духа, значит, противиться Ему, и противиться Его очищающему воздействию и попыткам привести нас в покаяние. Вы знаете, когда Слово Божие побуждает нас покаяться, знаете, Бог говорит, покайся, покайся, в сердце этот голос звучит. Я часто слышу такие свидетельства, когда даже на призывных собраниях Бог говорит, ну, выйди на покаяние. И вот человек сидит, как прикованный к скамейке. Слышали такие свидетельства, да? Потом только он встал, как оторвался. Вот это угошение Духа прошло. Раз промолчал, второй раз промолчал, третий раз. А четвёртый раз, возможно, уже не будет. Вот этого побуждения выйти на покаяние. Друзья, вот в этом не угошайте Духа, когда Дух Святой обличает вас. Слово угошать означает гасить, охлаждать. Угошать Духа может тот, даже кто его имеет, кто водим им. И огонь гастен, когда нет запаса топлива, да, братья и сёстры? Когда мы не пользуемся средством благодати, когда мы становимся неспособными молиться, свидетельствовать, читать, исполнять Слово Божие, делать дела милосердия, веры и исполняться Духом. Вот Бог может побуждать нас. Иди, сделай вот этому человеку добро. Помоги этому нищему. Поговори с этим человеком. А мы думаем, ну, потом, до завтра. А завтра нет, смотрим, этого человека уже нет. И, друзья, вот это называется угошение Духа. Не угошайте Духа. И огонь гаснет, когда он залит водой, забросан землёй. Нет доступа к кислороду. И когда мы сознательно не используем данные Богом способности для служения Богу и ближним, а также когда мы злословим и умоляем работу Святого Духа в других людях, препятствуя их служению и возрастанию в вере. Ну, братья и сёстры, это не значит, когда сестричка хочет рассказать стихотворение, написал записку, разрешите рассказать стихотворение, потом ей не дали рассказать стихотворение, она говорит, Духа угасили. Ну, это не совсем так правильно. Почему? Потому что, сёстричка, ну, подготовьтесь ещё, может быть, на следующий раз вы расскажете. Ну, когда у нас большая программа, ещё и ещё надо стихотворение, а для Слова Божия нет места. И как вы думаете, пресвитеру, что остаётся делать? Выбор перед стихотворением или проповедью? Я выберу проповедь, я не знаю, как вы, братья и сёстры. Потому что через Слово мы учимся, мы назидаемся, потому что мы готовимся к вечной жизни. И именно Слово Божие, оно очищает нас, оно освобождает нас. Так что, пожалуйста, вы не обижайтесь, это не Духа угасения, это просто на следующий раз вас отложили. Священное Писание советует, огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике, и не угасает. Левит 6.13. Мы ответственны за поддержание этого огня. Как это происходит, братья и сёстры? Вот Левитом 6.13. Пусть священник зажигает на нём дрова каждое утро. Вот с чего мы начинаем с вами день? Суеты, кофе заварить, быстренько детей в школу собрать. Это всё правильно, это всё надо. И кофе, и завтрак приготовить, и так далее. Но огонь каждое утро. Как зажечь огонь? Встаньте на 15-20 минут раньше, братья и сёстры. Помолитесь, умойтесь, пожалуйста, прочитайте Слово Божие. Помолитесь Господу, зажгите вот этот огонь, чтобы он горел. Потом, конечно, в процессе дня вы потом ещё раз прикоснётесь к Слову Божию, будьте читать его, изучать, готовиться к проповеди, и так далее. Но зажгите вот этот фитиль, чтобы он горел. Есть такое замечательное слово – побуждение. Побуждение, да? У меня есть побуждение. Один отец сказал, у меня есть побуждение тебя побить. Одной дочери сказала, что она поздно пришла. Вот тоже побуждение, да. А здесь это понуждение кого-либо, какому-либо действию, к поступку. И вот Дух Святой побуждает нас, братья и сёстры. И не угощайте вот этого побуждения в ваших сердцах. Помните, Филипп Благовестник, который проповедовал в самарийском городе, написано, что он, успешно была у него проповедь там. Люди каялись, люди обращались к вере. Почти вся Самария была уже еванализирована. Туда пришли апостолы. Пётр и Иоанн возлагают руки для того, чтобы они приняли Духа Святого. А потом ангел ему говорит, встань, иди на дорогу, на пустую дорогу, ведущую из Иерусалима в Газу, которая пуста. Говорит, так чисто по-человечески, ну кого там ловить на этой пустой дороге? У меня здесь столько народу, столько людей. И вот едет ещё, чёрный едет, нигр. И надо ему благовествовать, братья и сёстры. И он послушался этого побуждения, братья и сёстры. Послушался этого слова, пошёл туда и начал благовествовать. Рассказал ему Филипп, Енух уверовал. Я уверен, что там Ефиопия стала христианской. Представляете, министр финансов приехал христианином, крещённым. Мы, конечно, не знаем дальнейшей истории. Скорее всего, много там христиан появилось после вот этого служения. Это побуждение Бога, Дух Святой сказал, иди на дорогу, иди благовествуй. И у него не было никаких оправданий, он пошёл и исполнил. Второе, дорогие друзья, мы говорили об угошении Духа, это противление Духу. Этот термин встречается в проповеди Стефана Первомученика. Помните, обращаясь к Синедриону, он сказал, это седьмая глава Деяния Святых Апостолов, 51 стих. «Жестоковыные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Противление – это не подчинение, это не покорность, а жесточение против обличающего и возрождающего служения Духа Святого. Вот написано в Деянии 13, глава 6, 8 стих. «Елима – волх, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Иудеи и Македонии противились свидетельству о Христе. Но как они противились и злословили, то он, отряжший одежды свои, сказал им, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Противиться Духу Святому свойственно в основном неверующим людям. Они протестуют против обличающего и возрождающего действия Духа Святого, против его цели сошедствия и пребывания. Друзья, но и, к сожалению, иногда и верующие люди противятся Духу Святому. В Иоанна 16, главе 8, 11 стихе Иисус сказал, «И Он, Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде и грехе, что не верует в Меня, о правде, что я к Отцу иду, и уже не увидите меня, о суде, что князь мира уже осужден». И противление Духу Святому – это одно из действий Антихриста. Мы читаем в 2 Фессалоникийцам 2, глава 4 стих. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет Он, как Бог, выдавая себя за Бога». Одно из имен дьявола – это сатаны, это противник. Противление Духу Святому – это также, братья и сестры, может оскорблять Духа Святого. Искушение Святого Духа. Вы знаете, мы сегодня тоже утром слышали эту иллюстрацию, когда грех Анании и Софиры заключался в том, что они подвергли искушению Духа Святого, они солгали Духу Святому, они утаили из цены проданного. И вот Дух Святой, однако, этот грех привел их к смерти. Против Духа Святого, который делает человек, обязательно он будет наказанным. Мы знаем, дорогие братья и сестры, вот Иисус Христос предупреждал о хуле на Духа Святого. Это отдельная, обширная тема, я как-то проповедовал на эту тему. Это состояние умышленного и упорного противления в свете проявленной силы Бога Святого, что по своей сути является духовным самоубийством. Почему, братья и сестры, Господь сказал не проститься? Потому что, дорогие братья и сестры, фарисеи, вот книжники, которые видели чудеса, которые творил Иисус Христос, берут вот эти чудеса, вот эту силу, которую делал Дух Святой, и приписывают Вильзевулу. Это было сознательно, братья и сестры. Господь сказал, как может сатана и знать сатану? И хула на Духа Святого, это значит видеть очевидные дела Бога, дела Духа Святого, и переписать это к дьяволу. Хула на Духа Святого не проститься, потому что это есть выступление против самого Бога, самое величайшее злословие. Свойственно только отверженным Духом злобы, которые никогда не приглашались к покаянию, никогда не могут раскаяться. В этой величайшей хуле отрицается сам Бог. Еще раз повторю, хулить Духа Святого, это сознательно клеветать на Него. Я уверен, дорогие братья и сестры, рожденный свыше человек никогда этого не сделает. Очень часто ко мне подходят люди, молодые люди, говорят, вот вы знаете, я стою на молитве, а мне дьявол посылает такую мысль, ты похвалил Духа Святого. И человек мучается, человек в растерянности, он с опущенными руками. Говорит, ты не можешь похвалить Духа Святого. Почему? Потому что что ты сделал для того, чтобы похвалить Духа Святого? Ты что, сказал, что, вот допустим, Христос сделал это действие в твоей жизни, и ты приписывал Духа Святого? Нет, я этого не говорил. Тогда успокойся, дорогой. Это дьявол посылает тебе эту мысль, чтобы выбить тебя из колеи, чтобы убрать у тебя основание. Друзья дорогие, это только те, которые сознательно отвергают Господа Иисуса Христа. И вот мы подошли, вот еще вернемся к оскорблению святого. Все это оскорбляет Духа Святого, что мы перечислили. Оскорблять Духа Святого – это значит по собственной воле ослушаться Его. Оскорбление – это значит наносить обиду, заставлять печалиться, причинять боль Духу Святому, пребывающему в сердце христианина. Как мы можем оскорбить Духа Святого? И вот знаете, выше в этой главе, в Эфессианам, 4 главе, все это описано посредством перечисленных грехов. Мы читали, дорогие, Эфессианам, 4, 25. «Посему отвергнувши ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг друга». Ложь, обман, братья и сестры, – это прямое нанесение оскорбления Духа Святого. Удивительно, что здесь апостол Павел говорит, «Вы знаете, вы не обманывайте, и достаточно, отвергнувши ложь, говорите истину». Можно и не обмануть, и правды не сказать. Но вот здесь так Слово Божие учит нас быть настолько искренними, потому что Дух Божий говорит, «Не обманывайте, говорите только правду». Второе, дорогие братья и сестры, – это гнев, 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте вместо дьяволу». Вы знаете, Бог не сказал здесь, «Не гневайтесь». Гнев – это естественное состояние, гнев – это эмоции. И это может приходить к нам очень часто. Нас обидели, нас где-то на дороге подрезали так резко, что мы чуть лбом, когда тормозили, не удались, а лобовое стекло. Это естественное состояние, братья и сестры. Но, Бог говорит, не согрешайтесь, вот простите, забудьте этот гнев, покайтесь, помолитесь, разгневался, пришло раздражение в твою жизнь. Покайся до захода солнца, пока еще день, покайся перед молитвой, прости все Господу, когда ты ляжешь на сон грядущий. Но кто-то сказал, плохо, если вы разгневались перед самым сном. Вы сами всю ночь не будете спать, братья и сестры, после этого гнева. Поэтому вот гнев тоже, братья и сестры, надо укращать. Дальше, дорогие братья и сестры, мы читаем, кто крал, впредь не кради. А лучше трудись своими руками, дело своими руками полезно, чтобы из чего удалять нуждающимся. Знаете, вот воровство, кражи, это тоже оскорбление Святого Духа. Ну, мы сейчас не воруем, да, по-крупному. Почему? Потому что если вы украдете, сразу вас найдут. Примерно камеры везде стоят, в магазинах, сколько наших ребят попадается, брать, по глупости, пытаясь что-то спрятать, унести. Бесполезно, просто не пытайтесь. Потому что все схвачено, все видят. Там, вы не видите людей, может один продавец ставить в магазин, большой магазин. А там несколько человек сидят. Даже не пытайтесь, почему? Потому что бесполезно. Но это большой грех. Но это ладно, братья, это преступление. А вот когда люди пытаются обмануть государство, неуплата налогов, скрытие доходов, это что? То же самое, братья и сестры, как верующий человек, как рожденный свыше христианин, мы можем, обязательно оскорбим Святого Духа. Поэтому помните об этом. Недавно слышал свидетельство одного пастора, когда уверовал, или не уверовал, он заболел, очень смертельную болезнью, вор в законе. Ну, вор в законе, это такая каста заключенных, которые там, бывшие в Советском Союзе, они имели авторитет. И он пришел, говорит, приди, помолись об исцелении этого больного человека. Ну, он пришел, говорит, вам надо исповедаться. Ну, он говорил, говорит, ну, ты воровал? Ну, конечно, воровал, я вор же, я же вор. Вы знаете, написано, вот, не кради, но лучше работай, как написано, своими руками, чтобы было уделять. Он говорит, на мне не положено работать, вор никогда не должен работать, он даже не может быть бригадиром, понимаете. Ну, тогда, говорит, бесполезно, я сейчас не могу тебе молиться о твоем исцелении, что-нибудь придумай. Он говорит, тогда я организую охранное предприятие, чтобы охраняли от воров, вот, магазины и так далее. Ну, тогда, благословение тебе в этом. То есть, и в этом, дорогие братья и сестры, Господь хочет, чтобы мы трудились своими руками. Далее, это злые слова, гнилые, нечистые слова оскорбляют, вот, пустословия, неприличные шутки, сплетни, братья и сестры, наговоры, клевета. Это все оскорбления Святого Духа. Далее мы читаем недостаток доброты, прощения и любви. То есть, но будьте друг к другу добры и сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вы знаете, вот здесь употребляет апостол слово «добры и сострадательны». Человек, который совершил ошибку, он уже мучается. Человек, который согрешил, он уже мучается. И если вы еще скажете, ну, помучайся еще пару месяцев, вот тогда я тебе прощу. Друзья, сострадательны, простите этого человека, как и Бог во Христе простил вас. Помните тот человек, который не простил своему другу 100 динариев, а царь ему 10 тысяч талантов простил. И он ему сказал, злой раб, потому что ты не умеешь прощать. Я тебе простил, я тебе показал урок величайшего прощения, а ты не умеешь прощать. И это также оскорбляет Духа Святого. И много-много другое. Блуд, нечистота, любостяжание, жадность, пьянство, наркомания, дорогие братья и сестры. Можно много непотребства, можно перечислять много и много, что оскорбляет Духа Святого. Что нужно сделать, дорогие братья и сестры, если Дух Святой оскорблен нами? Может быть, вылетело какое-то слово, или крик, или злоречие, или раздражение появилось в мою жизнь. Как говорится, оторвался или оторвалось на детей, на мужа, на жену. Что делать, братья и сестры? Написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если вырвалось из ваших уст гнилое слово, тут же, братья и сестры, попросите у Господа прощения. А если бы это было при ком-то, при муже, при жене, при детках, попросите и у них прощения, исповедуйте, раскайтесь, дорогие братья и сестры, и попросите во имя пролитой крови, Господи, очисти меня, прости, если кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Знаете, мы говорим, когда мы оскорбляем человека, скажем так, нашего ближнего, словом каким-то, злословием, то мы как бы оскорбляем Святого Духа. На самом деле, когда мы что-то подобное уже делаем, мы оскорбляем Духа Святого, живущего в нас. Иисус Христос когда-то сказал, невозможно не прийти с областью, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы меньше жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. Братья и сестры, это сказано и к тем, кого соблазнили, и кто соблазняет. Если соблазнили, братья и сестры, вот тогда ты должен простить. Если человек приходит, извини, я плохо сделал, я плохой поступок сделал в своей жизни, я стал преткновением для тебя. Ты меня должен прости, дорогой брат, мы должны простить. И человек, который соблазнил, он должен осознать и покаяться. Необходимо верить в Божье прощение, если исповедуем грехи наши. Он, будучи верен и простит нам грехи наши, выходит из уст, оскверняет его. То, что выходит из наших уст по отношению к окружающим, ближним, это оскверняет, братья и сестры, и человека, и живущего в нас Святого Духа. Дорогие, пусть в этот замечательный день Дух Святой, который послан для того, чтобы назидать, учить, обличать, наставлять, обличать о грехе и наставлять церковь, Дух Святой просветит наше сердце, как регентам скилл лучами. Если что-то есть, какая-то нечистота, какая-то неправда, момент, который мелкий, может, момент, совесть будет сегодня осуждать нас, говорит, это ты неправильно, сестра, сделал, неправильно, брат, сделал в том или ином случае, то сегодня есть простой способ, братья и сестры. Попросите у Господа прощения, сказать, Господи, прости меня, очисти меня, освободи меня, чтобы я впредь никогда не мог оскорбить тебя ни словом, ни делом, ни даже мыслью. Друзья, и Бог, я уверяю вас, очистит вас освободиством и даст вам новое сердце и новую жизнь. Не унывайте, дорогие друзья, когда бывают трудности, когда мы спотыкаемся, падаем, падаем, больно ударяемся, но мы встаем, мы отряхаемся, больно, поохаем, повздыхаем, но идем дальше, идем дальше, вслед за Господом. Я думаю, дорогие, в преддверии пришествия Господа Иисуса Христа, Бог по-особому будет работать с Его народом, с Его церковью, очищая нас, освобождая нас и приготавливая к славной встрече с Тобой, с Ним и с Собою. И этот замечательный праздничный день, День Священного Духа на апостолов, должен нам напомнить этой величайшей личности, которая сегодня работает и действует среди народа Божия, среди Его церкви, освобождая нас от всех пороков и грехов. Да прославится Он в нашей жизни, Ему слава за все. Аминь. 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 И благодать Господа нашего Иисуса Христа, Любовь в Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, дорогие братья и сестры.